В 2014 году в бескрайних и почти бесплодных просторах пустыни Туниса произошло явление, которое удивило не только местных жителей, но и ученых всего мира. Среди пудрового песка и раскаленного солнца вдруг появилось озеро, внезапное, глубокое и в равной мере завораживающее и пугающее. Глубина его достигала 60 футов, около 18 метров, что являлось настоящей загадкой для всех. Пустыня Туниса, покрытая бесконечными дюнами и редкими оазисами, не отличается изобилием воды. Воистину глазурь жизни в таких суровых условиях. Она хранится в глубоких подземных водоносных горизонтах или в небольших редких и случайных водоемах. Поэтому внезапное появление большого и глубокого озера молниеносно привлекло внимание и местных жителей, и правительственных служб. В 2014 году, после долгой засухи и необычайной для региона холодной зимы и дождливой весны, в недрах пустыни пробудилось нечто необычное. В одном из удаленных и малоизученных районов Тунисской пустыни неожиданно возникло озеро, глубиной достигающей 60 футов, около 18 метров. Его берега быстро стали излюбленным местом для отдыха местных жителей. Местные люди, привыкшие к суровым условиям пустыни, восприняли появление озера как невероятную удачу. Многие начали активно использовать новую воду для бытовых нужд и даже купались в прохладной глади, забывая на время о зное и пыли пустыни. Для них эта вода была даром природы, спасением в зоне, где живой источник – большая редкость. Однако буквально через несколько месяцев радужная сказка начала тускнеть. Цвет воды начал меняться. Сначала появились мелкие водоросли, которые со временем пропитали всю толщу воды, а вскоре озеро приобрело темно-зеленый оттенок, внушающий тревогу. Изменение цвета воды, появление запаха и начавшийся застой – классические признаки того, что водоем стал экосистемой со сбоями. Учитывая, что озеро было новым и перспектива самоочищение была невелика, возникла проблема накопления вредных бактерий и токсинов. Под действием жары и изоляции от природных притоков воды в озере начали стремительно размножаться цианобактерии. Сине-зеленые микроорганизмы, которые в больших концентрациях вырабатывают токсины, опасные для здоровья человека и животных. Появление таких бактерий встревожило не только местных жителей, но и научное сообщество. За короткий срок собственность новых водных ресурсов стала токсичной. Поместные ученые начали мониторинг озера, анализ питьевой воды и активность бактерий. Первые замеры показали неутешительные данные. Помимо бактерий в воде выявили повышенное содержание тяжелых металлов и потенциально радиоактивных веществ. Такие факторы вызывали серьезные опасения, так как токсичная вода могла причинить вред не только отдыхающим, но и животным в окрестностях, а методы очистки подобной воды были крайне сложны и дорогостоящи. Возникновение внезапного водоема посреди пустыни – явление редкое и вызывающее массу вопросов у геологов и экологов. На сегодняшний день существуют две наиболее правдоподобные версии его появления. Первое – аномально сильные дожди и редкие климатические явления. В 2014 году наблюдались аномально сильные дожди в регионе, превышавшие средние показатели осадков. В пустынных регионах даже незначительные осадки часто не задерживаются долго и быстро испаряются, но постоянный и продолжительный дождь мог привести к насыщению грунтов и подъему уровня подземных вод. В результате на грунте образовался водоем, который вскоре превратился в глубокое озеро. Однако, учитывая масштабы и глубину озера, простое накопление дождевой воды и стоков тяжело объясняет появление столь большого водоема. Это наводит ученых на поиск более сложных природных процессов. Вторая гипотеза – сейсмическая активность региона. Тунис, хоть и не считается зоной с активными землетрясениями, испытывает периодические сдвиги тектонических плит и небольшие подземные толчки. Вероятно, в 2014 году произошло землетрясение, вызвавшее разрыв в земной коре. Такой разлом позволил подземным источникам вырваться наружу. Вода из глубинных подземных водоносных горизонтов поднялась на поверхность, что и сформировало неизведанное озеро в пустыне. При этом глубина водоема – около 60 футов – хорошо соотносится с мощностью разлома горных пород и объемом выпущенной воды. Появление озера в пустыне вызвало цепь непредвиденных последствий. С одной стороны, оно стало утешением для местного населения и даже могло бы способствовать развитию флоры и фауны в засушливом районе. С другой стороны, присутствие токсинов и бактерий угрожает окружающей среде. Местные сельхозугодья, которые иногда подвергаются орошению, рискуют загрязнением, а питьевые колодцы – заражением водой. Разрастание синезеленых водорослей сократило доступ кислорода и сделало водоем опасным для рыбы и других водных организмов. Накопление токсинов влияет на здоровье населения. Медицина зафиксировала случаи отравления у людей, купавшихся в воде. Вероятное присутствие радиоактивных элементов стало тревожным сигналом для экологов и локальных властей. Власти региона сразу же предприняли меры – закрыли доступ к озеру, распространили предупреждения среди населения, а ученые начали полномасштабное исследование образцов воды и почвы. Были приглашены международные эксперты для оценки радиационного фона и токсикологических рисков. Была организована установка контрольных станций для постоянного наблюдения за состоянием озера, температуры, кислотности, содержания токсинов и радиоактивных веществ. Ученые планируют методы очистки и рекультивации экосистемы, изучают возможность использования биоремедиации, применения микроорганизмов для разрушения токсинов. Несмотря на сложности, загадочное озеро остается объектом интереса. Оно открывает окно в редкие естественные процессы в экстремальных условиях, которые могут помочь научному сообществу понять гидрологию пустынь, взаимодействие земных и подземных сред, а также особенности биологических процессов в замкнутых экосистемах. Варианты развития событий могут сильно варьироваться. Озеро может пересохнуть, как часто случается с временными водоемами в пустыне, оставив после себя соляные отложения и минеральные богатства. Возможно природная рекультивация с постепенным восстановлением состава воды и появлением устойчивой экосистемы. Либо, если продолжится прибытие опасных веществ, возможно формирование необитаемого ядовитого водоема. В долгосрочной перспективе, учитывая растущий мировой интерес к экотуризму и необычным природным явлениям, объект может стать туристической достопримечательностью при условии обеспечения безопасности. Появление глубокого озера посреди Тунисской пустыни – уникальное природное явление, которое продолжает интриговать и волновать как местных жителей, так и международных ученых. За исчезновением и возникновением подобных объектов скрываются сложные процессы. От загадок геологии до экологии и биохимии. Этот случай напомнил человечеству о живой и переменчивой природе Земли, о ее загадках и возможностях неожиданно изменять привычные ландшафты. История таинственного озера – это одновременно история надежды и предостережения, которую стоит изучать и помнить. Еще неизвестно, какие тайны и уроки преподнесет нам эта безмолвная гладь воды посреди пустыни. Но одно ясно – природа продолжает удивлять и вдохновлять своим многообразием и силой. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. До свидания!